Добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, в октябре этого года будет 100 лет известно какому событию. В той стране, в которой мы с вами родились, в СССР, это был главный государственный праздник. Меня интересует мнение двух людей по поводу октября 1917 года. Главы императорского православного плестианского общества Степашина и советского офицера Степашина. Как эти два персонажа находят компромисс в оценке этих событий? На самом деле, всё произошло не в октябре 1917 года. В феврале, конечно. В феврале, и когда мы с патриархом Кириллом обсуждали тему 1917 года, ибо первое мероприятие было проведено в рамках событий 1917 года, нами вместе с РПЦ в Храме Христа, с молебеном, который служил патриархом. Я знаю мероприятие, но просто... Да, назывался в феврале 1917 года «Уроки трагедии». Вот «Уроки трагедии» — это и всё её название. Я очень коротко скажу, что любая революция, любая революция, кто бы мне что ни говорил, в том числе и культурная, если взять Китайскую Народную Республику, это трагедия беда. Потому что, как правило, цели, которые ставят революции, редко когда достигаются по-настоящему, а второе — страдает огромное количество невинных людей. Вот «Умова рука». В октябре власть просто валялась. Это слова, кстати, патриарха, которые я готов подтвердить. Её подобрали, кто был сильнее, активнее, наглее и просто-напросто экстраполировал лозунги других партий, которые были уничтожены. Землю крестьянам не дали, фабрики рабочим не достались. Но гражданская война, какой же там мир, 14 миллионов обиенных. Вот такая моя оценка. Собственно говоря, когда я преподавал историю, это был конец 80-х годов, это было такое интересное время, когда Михаил Сергеевич пришёл к власти, перестройка, гласность. Всё об этом писалось и говорилось в открытую. Были открыты почти все архивы. И я пытался, конечно, очень аккуратно, я всё-таки был членом КПСС, как-то несколько по-другому взглянуть на историю моей страны, в том числе с 2017 года. Может, поэтому меня и народным депутатом избрали, в то ликое время, как сейчас говорят. А для вас, для самого, были открытиями вот эти вещи, которые начали в Маганёвке? Вы это знали? У меня очень интересная история детства. Родился я в Порт-Артуре, как теперь вы уже знаете, и зрители наши замечательные. А вырос в Ленинграде, на загородном проспекте, в небольшой коммунальной квартире, которая принадлежала Софье Антонии Букис-Буковской. Её выселили, мужа её расстреляли в 30-е годы. И потом, перед войной, она была реабилитирована, её вернули в её же квартиру, но дали ей маленькую комнатку. Её родная сетка. Абсолютно коммунальная. Да. Вот она вернула свою квартиру, но ей дали маленькую комнатку. Мы жили там тоже с подселением, что называется. И когда вернулись из Китая, мне было 5 лет, в общем-то, до школы, а мы там жили до 64-го года, я к ним часто захаживал в гости, у них не было детей. И я для неё был как родной мальчик. И слушал удивительные рассказы. И она с моей бабушкой водила меня к таким же бабушкам, петербургским, не ленинградским, петербургским. Поэтому, когда уже стал изучать историю в школе, когда стал повзрослее, я как-то всё время пытался сравнивать. Вот так, наверное, может быть, сформировалось в какой-то степени моё мировоззрение. Повезло мне или нет, я не знаю, но на самом деле это так. Вы знаете, совершенно ведь сакральная фигура, при этом Владимир Ильич Ленин. И вот все эти дискуссии по поводу того, оставлять его в мавзолей или нет, вот у меня, допустим, нет однозначного ответа на этот вопрос. У меня есть циничный ответ по этому поводу. Тем более, я лично связан с этой историей был. В 1998 году, когда Борис Николаевич вызвал меня из Лондона, я был министром тех дел. Мы уже подписывали соглашение о борьбе с коррупцией, кстати. И он поставил мне задачу, что надо сносить мавзолей. Я говорю, ну МВД здесь причём? Ну, вы должны обеспечить порядок. На что я ему сказал, что Борис Николаевич, это делать. Если это надо было делать, это надо было делать в 1991 году. Подсурдинка, что называется. Когда Дзержинского управляется. Если уж так хочется. Сейчас, я говорю, последствия могут быть непредсказуемы. Он меня услышал, кстати. И больше к этой теме я не возвращался. Так вот, что касаемо сегодняшнего Ильича, который лежит там за бальзамиром, точнее его труп, то я и скажу, что это как биологический эксперимент. Не очень красивый, как кунсткамера. Я знаю, сейчас меня многие будут критиковать, как же так, можешь говорить ты, советский офицер, бывший коммунист. Ну вот, уйду из жизни, всем уйдём из жизни. Как бы я ни хотелось, чтобы меня так показывали. И думаю, дворянин Ленин, который был крещён, и который венчался с надеждой Константинной, тоже не думал, что у него будет такая судьба. Я почему об этом вспомнил? Я слышал Ваш рассказ недавно о том, что знаменитая и известная, я думаю, что на весь мир, вот эта картина Ленин, несущая бревно, оказывается, есть особая какая-то интерпретация, что это не просто бревно, а фрагмент креста. Это не интерпретация, это быль, это правда. Если кто интересуется историей, почитайте архивы, они сейчас и открыты практически, кроме некоторых архивов ФСБ. Есть интервью коменданта Кремля Малышева, тот самый, который расстрелил Фанни Каплан, кстати, или не кстати. Так вот, это был первый памятник, который был снесён в феврале 1818 года. Крест, да, он был установлен Елизавета Фёдоровна на месте убиения Сергея Александровича, основателя, первого руководителя нашего общества, вы знаете, взорвал террорист Каляев тогда. Это был крест, он там стоял, и когда Яков Михайлович, прогуливаясь вместе с Ильичем, он показал ему на это, был спрошен, что же это такое за негодяйство. Было наброшено лассо, Ильич, Свердлов и сотоварищи его, собственно говоря, и заваливали вместе. Лично? Лично, да, и лично. Похвально. Это не моя версия, интерпретация, это исторический факт. Счастью, справедливость восторжествовала. Вы знаете, в этом году в присутствии Владимира Владимировича, при выступлении, в том числе священния, патриарха, он встал на своё место. Кстати, Владимир Владимирович, прошу прощения, когда он выходит с своего рабочего места. Владимир Владимирович, президент Российской Федерации. Да, он проходит как раз мимо этого креста. Я вообще знаю, он трепетно к этим и чем относится, действительно, это так. Я просто это знаю. С каких пор он трепетно относится? Я думаю, я думаю, так же, как и я со школы, с ленинградской школы. Вообще, Питер-то своеобразный был город. Всяких революций разных. Ох, как вы питерские любите вот это вот подчеркнуть, что... Ну, как и московские тоже. Мы же вас не обижаем. Вы нас обижаете. Приехали поддержать. Приехали поддержать. Знаете, вот есть такая присказка, кто о чём, о вшивой обани. Я ещё об одной дате хочу вспомнить, о журналистской, потому что в октябре будет 30 лет программе «Взгляд». Она стартовала в октябре 87-го года. И сейчас очень многие говорят, что именно эта программа отчасти поспособствовала разрушению Советского Союза. Как вы относитесь... Только не Советского Союза. Так, а чего? Спасибо Господь. Не вы, не Саша Любимов, не все те ребята, которых я знал лично, как и вас тогда. Не ставили цель на завершение Советского Союза. Я думаю, наоборот. Они даже ставили задачу спасти наше общее экономическое, жизненное, людское пространство. Потому что Советского Союза не было. Страна так называлась. Какие советы? Excuse me. Это Леонид Ильич Сахаров призывал. Мы шли на выборы под лозунгом «Вся власть советов». Забыли сейчас уже об этом. Была такая история. Нет, отнюдь. Я, кстати, коль вы задали такой вопрос, вспоминаю 1,500, буквально на моих глазах. Значит, Михаил Сергеевич приехал к нам на съезд народных депутатов. Я тогда был депутатом от Ленинграда. И Саша Любимов, еще кто-то из ребят фланировали там между нами всеми. Там тогда курили, ходили. Бог мой. Почти 17-й год, на самом деле. Кстати, 91-й год, август, это почти февраль 17-го. Да, да, это революция. Очень, 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 очень похоже. Конечно. Очень похоже. И они вдруг подошли к Михаилу Сергеевичу, он тоже шел как бы общаться. И говорит, Михаил Сергеевич, приглашаем вас на взгляд. Он говорит, у вас взгляд неправильный. Я к вам не пойду. Я думаю, сегодня Михаил Сергеевич на взгляд пошел. Может быть, немножко получилось бы по-другому в том самом, 91-м. Точнее говоря, даже раньше. А вы верили вообще в искренность и пассионарность журналистов тогда, в конце 80-х? В большей части да, потому что я их знал лично. Я знал тех, кого уже сегодня нет. Я прекрасно знал Витю Югину и Беллу Куркову в Ленинграде. Они мне здорово тогда помогали. Я знал всех взглядовцев. Да, были люди, которые зарабатывали, кто играли. Но кто забыл Влада Лесева, прошу прощения. Это были яркие люди. Это были яркие люди. И большей части, вот жизнь, кстати, это подтвердила и сегодня. Ведь большая часть из тех, кто тогда начинал, они остались приличными людьми. Согласились? Здесь разные существуют. Мне ваше мнение интересует. Я из цеха человек, я пристрастен. Мы все когда-нибудь в одном цеху. Только что нас не показывали на улице, как Владимир Вячеславовича. Вы помянули, что вам Белла Куркова помогла. А что это за эпизод? В чем была помощь? Ну, как в чем была помощь? Представьте себе, мальчишка, подполковник. Ну, полковник я получил чуть позже, значит, преподаватель. Вышел в политучилище МВД. Идет на выборы. Я, правда, до этого все горячие точки проехал со всеми курсантами и слушателями. 14 оппонентов. Среди них начальник управления КГБ, который я, кстати, сменил потом в 91-м году. Вот так бывает, как кино. И без рассказа о том, что это за человек, было бы сложно. Пробиться на телевидении тогда было тоже. Хотя в Ленинграде тогда было немножко по-другому. Особенно приедом. Это «Пятый канал», да, был? «Пятый канал», да, «Ленинградский», да. «Пятый канал» и несколько передач. Один из фильмов, который был пропущен, кстати, кедаспом на ленинградское телевидение «Горе на себя», о горячих точках. Меня просто узнали. А дальше уже было как с твоей делом. Там же не было денег. Мы же не знали вообще, что это такое. Не было такого формата, да. Абсолютно. Спасибо, Господь. Вот, конечно, телевидение сыграло свою роль. Но она с баллами посидели дружно, дай Бог, и здоровья. Знаете, говоря про Питер и телевидение, удивительная вещь. Я не так давно беседовал с сенатором Нарусовой. Людмилой, которая тоже хорошо знает. И она проговорила вещи, которые, казалось бы, на поверхности, но я об этом не задумывался, что вся правящая элита, ну, если мы берем самый верхний этаж нынешний российский. Скорее правящий класс. Насчет элиты я обратил все-таки в кофе. Ну, ключевые персоны. Это все воспитанники ее мужа. Это все ученики Собчака. Удивительное это дело, что про Собчака, ну, в целом, скажем, не помню. Сейчас фамилия Собчак ассоциируется, конечно, с Ксенией Анатольевной, в большей степени, его дочерью. Ксюшу имеете? Ну, для вас, Ксюша, да. Как вы считаете, это осознанно о нем не говорят о Собчаке много? Или просто это вот такой ход времени? Ну, я бы начал с того, что оценка правильно поставлена. Я, кстати, тоже с Анатолием Александровичем работал. Как раз Питерское управление сначала КГБ, потом ФБ, МБВД, МБ. Представляете, вот за год все это было при мне. Я работал с Анатолием Александровичем. Надо дать ему должное. Я думаю, это две причины, на самом деле. Первое. Собчак был черчайно яркой, интересной и нестандартной фигурой. Жаль, что мы его юбилей отметили традиционно. Я бы, конечно, отметил в университете с юристами, поговорил бы о праве, Конституции, к чему он стремился, что он хотел. Вот тогда мы его знали по-другому. Ну что, подошли к памятнику, сказали 3-4 слова. Ну, ладно, не будем говорить. Собчак был ярким человеком, и к нему тянулись люди. С ним было интересно. Я ведь, когда с Владимиром Владимировичем еще познакомился тогда в Ленинграде, он мне, собственно, и говорил о том, что это был один из блестящих... К нему бегали на лекции. Это же был блестящий оратор, интересный человек. Вы помните съезд народных депутатов, влечетый пиджак в его выступлении, и постоянно к нему вопрос Михаила Сергеевича, тоже юрист, кстати, продзаочника. Это первое. И второе, Собчаку надо должен интуитивно, почти, ну, интуитивно, конечно, в первую очередь, как-то чувствовал людей, он их мог подбирать. Они все разные же, вот кого вы сейчас назвали элитой. Абсолютно разные. Мне кажется, очень разные. И в то же время он сумел их собрать вместе в команду. Вот я скажу совершенно откровенно, как бы кто к кому не относился из нынешних ленинградцев в Москве, вот тогда у Анатолия Александровича была единая команда. В очень тяжелое время. Ни Союза, ни России. 91-92 год. Тяжелее, чтобы Андрей Константинов в бандитском Петербурге все написал честно. Фамилию только поменял. Вот представьте себе, да, историю. А что касается сегодняшнего дня, ну, понимаете, Собчак для многих ассоциируется с тем термином, который я вообще не приемлю. Лихие времена, ничего не могли, дама в тюрбане. Как-то не хочется, видимо, уже приближаться к нему. А вдруг на рейтинг повлияет. Надеюсь, что Владимир Путин это не касается. Ну, вы, кстати, про 90-е упомянули, вот термин «святые», известно, что Нейна Ельцина, по-твоему, говорят про 90-е, так-то можно прокомментировать. Я не думаю, что это святые, нет. Это революция. Это было, вот, совершенно точно, это были революционные годы. Гуляй поле. В определенной степени. Но, слава богу, относительно бескровно. В отличие от Югославия. И даже Украина. Ну, да. Там, ну, три человека погибло во время августевских событий. Но потом-то, вот, уже начались такие процессы, которые привели... Но это же вещи не совсем связанные с августом 91-го года. Если говорить, особенно чеченскую кампанию, мы о ней с вами как-то говорили, не в четвертый год. Вот тогда Египт и появился первый, кстати. Вы упомянули слово коррупции, борьба с коррупцией. Существует такой тезис, что в России, как стране, в общем-то, в определенной степени, не восточной... Византийской. Византийской, да. Не надо так уж прям рьяно бороться с коррупцией. Надо искать какой-то формат, который был бы не столь разрушителен для общества. Как вы оцениваете? Что мы не Европа, скажем так, в этом контексте. В общем, Сингапур тоже не Европа, но коррупцию победил. Правда, очень жесткими мерами. Тоталитарными абсолютно, такими диктаторскими мерами. Да, и не получается, хотя... Расстреливают... Панизят тысячи каждый год, они там уничтожают. Хороший вопрос. Вы знаете, я просто пару комментариев по этому поводу сделаю. Недавно проводился опрос общественного мнения, где 30% граждан жестко предлагают бороться с коррупцией, а 30% считают, что да нафига. Надо вот как живем, так вроде как и живем. Ведь смотрите, по уровню взяток, ну это один из элементов коррупции, самый простой, кстати, на самом деле. Все думают, что коррупция – это и взят, ничего подобного. Вот, это один из элементов. 51% взяткоемки отрасли, знаете, где у нас? Медицина. На втором месте, как ни странно, ГАИ, не на первом. И на третьем месте образование. То есть то, что традиционно при царе и батюшке вообще не финансировалось, граждане просто давали. Почитайте Антона Павловича Чехова, он все об этом прекрасно написал. Вот вам, пожалуйста, статистика. Ведь коррупция на самом деле в чем страшна? Ведь знаете, как буквально переводится с латинского «коррупция»? Как? Не воровство. Разложение. Разложение. То есть вот в чем самая большая вещь. Разлагается психология человека. Он считает, что это нормально брать и взять. Разлагается власть. И отсутствие веры во власть. То есть это становится правилом. Но Муссолини победил коррупцию тоже очень просто. Знаете, как в Италии? Вообще уникально. Он сказал следующее своим согражданам. В 1927 году с ним память не изменяет. Когда он уже из социалистов превратился в фашист. Ну, фашика – это не нацизм. Это семья, пучок, корпорация. Закон для моих близких – это я. Для всех граждан остальных – закон есть закон. Вот так он построил свою Италию. Не хотелось, чтобы у нас страна напоминала эту аналогию. Поэтому если говорить о рецепте, я много раз его повторял. Кстати, я с ним выступал еще первый раз в 1998 году в Старасбурге, когда в качестве министра на тех дел по поручению Бориса Николаевича подписывал конвенцию о борьбе с коррупцией европейскую. Подпись там стояла Степашина. Через 10 лет только мы приняли закон о борьбе с коррупцией. При Медведе уже в 2008 году. Так вот, я когда там выступал, как сейчас помню, европейцы меня полностью поддержали. Не ужесточение законодательства, не даже изъятие, не даже расстрелы, не даже вот эти декларации, о которых мы сегодня говорим, над которыми насмехается большая часть наших сограждан. А принятие таких законов, их должно быть немного, при которых взятку давать было бы бессмысленным. Бессмысленно. Правила, которые не меняются каждый божий день. У нас самый большой источник, позволяющий проверять коррупционные явления, связанных с нашими законодательствами и нормативными документами. Меняются по ходу пьесы. Подстраиваются по одной и ту же ситуацию. Госзакупки. Три закона подряд. Подрядчики строителей. Стук 155. Москва. Качнуло это все. Вот, если мы сможем это сделать, повторюсь, это человек, достойный Нобелевской полиции. Тут же встык вопрос про Юсифа Сергеевича Сталина. Утверждается, что в сталинскую эпоху коррупции не было. Почему не было? Она была. Люди сажали и расстреливали, во всей видимости. При Сталине была система Бенеда Муссолини. Все-таки. Конечно. Элиту он кормил. Он давал машины, дачи, дома. Все что угодно. За границу поначалу даже отпускал. Пожалуйста. Фильмы ставьте, песни пишите, радуйтесь. Народ. Он кормил элиту до поры до времени. Потом ее так немножко сонировал. Некоторые доросли. Гимны даже писали одни, вторые, третьи выросли. Ничего страшного с ним не случилось по этой жизни. Вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому методика Сталина, она работала на определенный период времени. На период жесткой и страшной диктатуры. Ушел Иосиф Сергеевич, как все вспыхнуло сразу. А народ-то вроде тот же. Сталинские высоколые, сталинские воспитанники. И хорошо, что вы задали вопрос о Сталине. Вы знаете, ведь одна из причин, вот когда вы говорили об Азии, Византии, дело ведь не в том, что мы полуазиатская, евроазиатская страна, не в территории. Дело в том, что ведь до 1917 года, практически, несмотря на реформу 1961 года, Александр Освободитель был островным крепостной, по сути своей, с этими облицами. При Иосифе Сергеевич, крестьяне были крепостными, даже спортов не имели. Попробуй, цыкни, пикни. И поэтому у людей достать, где-то вот тут, а надуть и обмануть власть, это святое считается. Ну, что, не так, что ли? Согласен. Вы сказали писать книги, ставить пьесы. С этого мы начнём вторую часть нашей беседы. До свидания. Итак, о книгах. Вы возглавляете Российский книжный союз. Что это, зачем и как? Организация, которой уже будет 16 лет, в общем-то, все 16 лет я так и возглавляю, инициативу предложил книжникам, в том числе покойному Миши Лесину. Я знаю, к нему по-разному относятся, но человек был творческий, вы знаете, очень инициативный. Создался он для того, чтобы в непростое время, кстати, когда у нас было простое время, каким-то образом объединить всех наших книжников, что называется, те, кто книги пишет, издаёт, распространяет. Потому что ситуация 90-х годов, вы помните, была непростой. Книга стала терять свои позиции в самочитающей стране мира, хотя самочитающей тоже весьма относительно, так же между нами говоря. И вот они, собственно, и пришли с ассоциативой в связи с тем, что вычислили меня как чиновника, который читает книги. И, наверное, запомнился всем, когда отмечали 200 лет Александра Сергеевича Пушкина. Я тогда был премьер-министром, мы знали в комитет. Ну и во всех выступлениях я читал стихи Пушкина, всем это понравилось. И, в общем, мне сказали, вот, вроде как книжки читает мужик, давайте мы его двинем. Я как раз только счётную палату возглавил. Так мы собрались вместе для того, чтобы книгу вернули книги. Мы это кто? Вы, Лесин и кто ещё? Олег Ткач, Марина Ниловна Каменева, вот, из писателей, там, Юра Поляков, наши библиотекари, я имею в виду Фёдорова Ленина, ну, в общем, много можно назвать людей. И вот так мы, собственно говоря, собрались в такой хороший кооператив, в хорошем смысле слова кооператив, профсоюз как угодно, для того, чтобы выстраивать отношения между собой, формировать рынок, защищать книгу. Было сделано много поправок, чтобы сохранить и книжную библиотеку, и магазины, и вернуть книжные ярмарки и выставки. И теперь они ведь до Красной площади у нас дошли. В общем, книга-то не потерялась, что бы мы ни говорили. Кстати, по последним данным, правда, опросы я всегда к ним отношусь философски. Вот, мы даже в тройку вошли, вот, совсем недавно был опрос проведён одной из международных организаций, в тройку читающих стран мира. По-моему, Норвегия, какая-то азиатская страна, и мы. Но я философски к этому отношусь, но, согласимся, в крупных, особенно в крупных городах, книга востребована. Её с удовольствием сегодня и читают, и приобретают. Вот, собственно говоря, так мы и родились, так мы и живём. Я знаю, что вы распространяете книги, то есть спонсируете библиотеки. Это одна из задач. Это одна из задач. За счёт кого? За счёт издательств? Конечно. То есть издательство, некую квоту? Нет, там не квота. Ну, смотрите, во-первых, мы сами определяем, кому где помочь. Это детские дома, это и колонни, это вот сегодня... Хорошо, опять же, когда вы говорите, мы сами, это же не вы лично, господинский Пашин. Кто эти люди, хочется знать. У нас есть президиум Российского книжного союза, куда входят крупные все крупнейшие издательства. Вот, есть обращение, на которое мы реагируем всегда. У вас совсем недавно позвонил, писал письмо Кобзон. Сергей, просьба к тебе вот помочь, значит, с книгами по истории, именно по истории Донбассу и Уганску. Естественно, мы набрали несколько тысяч экземпляров, сейчас сюда отправили. Кстати, спасибо Жене Примакову, он сделал прекрасный перевод наших учебников на русский язык, на арабском языке. Они сейчас работают здорово, на Ближнем Востоке, в том числе в Палестине, в Иордании, особенно в Сирии. Вот, детские дома, страны СНГ, там, где это востребовано, Киргизия, Казахстан. Вот, ну, если кто-то обращается, в том числе, к президенту Книжного союза про себя, я, как бы, пишу, вот, такую маленькую резолюцию, почти по-военному, и, говорят, нет проблем. Вообще, это святое дело. Это святое дело. У меня удивили, когда сказали, что, в общем, относительно, что это миф, что мы были самой читающей стороной, я считал, что это просто вот... По статистике. Так. Вопрос, что читали. Классику ведь читали, нет? Классику читали, но в основном в школе. Давайте вспомним, ну, мы с вами, я постарше все-таки немного, давайте вспомним наши книжные магазины, даже Ленинградские, мои любимые, «Дом зимы». Давай, здесь вспомним. Зайдешь, и что ты там купишь? Дефицит был, да. Дефицит. Через макулатуру Дрюона. Ну, Василий Макашевшина в лучшем случае. Дефицит был. Зато стояли полные издания Бориса Николаевича Пономарева, История КПСС, Ленинград и Личность своей малой землей, все остальное, прочее, третья, четвертая. Дефицит был. Но зато здорово работали библиотеки, в том числе и школьные. Я в основном читал библиотеки. Мне просто повезло. Причем библиотекарша, которая мне выдавала книги, на дом, когда я приходил, через неделю надо было сдать обязательно. Мне давали две, а потом три книги я читал быстро. Она меня спрашивала, а что ты прочитал, как ты понимаешь, прочее. сейчас сразу такое делается. То есть, читать читали, но с точки зрения, я бы так сказал, с точки зрения доступности книги, наверное, это все-таки была серьезная проблема. Смотрите, вот в этом сентябре Степашина, Анна Владимировна, пошла в первый класс. Она читает? Вы из книжки видели когда-нибудь в руках внучку? Так я их провожу, она и читает. Сначала, конечно, читала бабушка по большей степени, я, бабушка, она так достаточно жесткая, я, как она говорит, дедушка всегда мягче учит, вот, потому что я сам преподаватель был, я знаю, в общем-то, стараюсь с детьми это работать. Не, а сейчас она читает, у нее получается, именно книжки или там какие-нибудь гаджеты? Нет, 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 вот с гаджетами у нас тут строго. Боремся с гаджетами? Боремся с гаджетами, не даем, по крайней мере, по крайней мере, когда она к нам приезжает. Чем мотивируете? Зрение? Зрение, это раз, а второе, другое восприятие. Абсолютно, согласен с вами. Вот обратите внимание, взять интервью у читающего ребенка, ну, вот, скажем, 10-12 лет, если тенейджер сейчас сказать, на английском, вот, который читает книги, и тот, кто живет по гаджетам, вы даже увидите интонацию и то, как говорит, и как предложение складывается. Абсолютная разница. Абсолютная разница. Есть родители, и учителя, и наши, вот эти новые сейчас говорят, вот сейчас электронное все спасет нас, сейчас мода пошла, новые эти, я называю апады с твиттерами, вот они бегают, все эти головастики, некоторые из них министрами стали. Ребята, вы нас тут не туда ведете, вы нас не туда ведете. Абсолютно одно другому не мешает. Книга, это совсем другое. Это интеллект, это философия, это русский язык, это возможность мыслить, это возможность вернуться еще раз, подумать, посчитать. Иначе роботы. Будем роботами. И, вратили внимание, сколько их сейчас много. Есть такой термин, люди, пришедшие с холода. Как правило, они книг не читают. А вот глава Российского Книжного Союза, что сейчас читает? Сейчас у вас есть книжка на столе? У меня две, потому что я возглавляю, я читаю с одной ревины несколько книг сразу, а сейчас две, потому что я возглавляю жюри большой книги, из них, вот сейчас Рубанов, Патриот, я закончил, это про бизнесмена, у которого ничего не получилось, очень хорошо пишет. И мы сейчас вспоминали Ильича, вот я буду за него голосовать, это Данилкин, Ленин, сложная книга, большая вот такая вот, Лев Данилкин, о Ленине. У меня первое образование историческое, я ей преподавал историю, какой интересный подход, парень молодец, просто молодец, но это специальная книга, конечно, немногие ее осилят, наверное. Ну и с удовольствием, хотя Захара немножко выносит все время на войну, Прилепина. Да, вот у него сейчас замечательная книга «Взвод русских офицеров и ополченцев писателей». Отличная книга, светлая, я бы сказал, светлая. Это вот три, которые, наверное, сегодня у меня, но они на столе, на тумбочке, я читаю перед сном, я уже как-то говорил об этом. А вы, кстати, считаете, что писатель может стать политиком? Есть какие-нибудь примеры? Я просто вспомнил, что Прилепин, его оппоненты говорят, что он делает политическую карьеру. Мы знаем примеры, когда писатели, видные, известные, становились политическими деятелями. Обратно это мы знаем, что политические деятели становились литераторами. Ну да. Такого я не вспомню на вскидку. Нет, я могу назвать только режиссеров, это Васлав Гарл. Хотя он написал книги. Он стал президентом, да. Он стал президентом, причем даже чехи сегодня говорят лучше. Удивительно. Я с ним один раз встречался, конечно, глубочайший человек совершенно. Ненавидел нас? Не нас, не знаю. Ну как-то мы все, нас-нас, но не нас. Ну хорошо, империю, Советский Союз. Да, да. Вот этот символ. Так ведь, ты же не ствол. А из писателей, у нас многие в депутаты попадали, писатели, но не самые сильные, по-моему. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, честно говоря, ну Лев Толстой, что бы назовешь его политиком? Нет, конечно. Нет, конечно. Абсолютно. Хотя у него была своя политическая позиция. Действующая политика. Не человека, который влияет на процессы, а который, вот, не знаю, получится ли у него. Как вы считаете? Не, вы знаете, ведь великий писатель, он и на то великий писатель, чтобы не ходить в политику. Так что, между груднами говорим. Ну, чего там. Особенно, когда это женщина в политике, понятно, что дома ничего не получится. Она в политику поперлась. Мы когда говорим про ваши книги, какой из своих книг вы гордитесь больше всего? Какой вы считаете, это вот самый удачный был ваш опыт в плане... Ну, они не художественные. Это все книги, посвященные той теме, которой я занимался, социология и экономика знаний. Тем не менее. Это общественный, конституционный аудит. Это первые термины, которые... Вот эти книги, мы издавали их в Российской академии наук. Они были основаны на, собственно, моей работе в счетной палате. Мы делали другую счетную палату для европейского, не византийского государства. Ну, видимо, она оказалась сейчас не нужна в таком качестве. Вот. Я считаю, что эти книги, они пригодятся. Причем, вам дарил я в Европе из моих коллекторов в Германии, во Франции. Там тоже счетная палата, во Франции счетный суд. Им это очень понравилось. Но самая сильная наша книга, где я один из соавторов и главный редактор, это «Детектив». Называется он «Итоги приводизации в России» 1992-2002. Изнан на русском, английском и немецких языках. И вы ее нигде не найдете. Бестселлер. Вот, почитайте. А фигуранты читали эту книжку? Афигуранты читали, поэтому… Афигуранты читали, поэтому… Комментировали вам лично как главному редактору издания этого? Не, ну, они меня, ну, как сказать, комментировали. Анатолий мне сказал «Спасибо, что ты сказал, что мы действовали хотя бы по закону». Я говорю, конечно, сами написали по этому закону действовать. Очень удобно. Это очень удобно. Честно. Кстати, одним из авторов книги, значит, был Нобелевский лауреат, профессор Стиглиц, экономист, американец. Да, вы его стираете. Да, он работал вместе с нами над этой книгой, и когда мы подводили итоги нашей работы, я первым куму ее присылал Владимир Владимирович. Он меня, кстати, об этом просил, только став президентом. Сергей, слушай, хочу разобраться. Вот, он почитал эту книгу, ну, ладно. Я сказал, что мне теперь всех сажать, что ли. Так вот, что сказал Стиглиц в предисловии к нашей книге, что из всех стран Восточной Европы самой коррупционной и преступной приватизацией была в России. Это сказал американский экономист. Вы упомянули Нобелевскую премию, вы же тоже Нобелевский лауреат, но я имею в виду Людвига. Кстати, насчет Людвига. Ведь первая премия была Людвига. Старшего брата. Старшего брата, который... Расскажите поподробнее просто. Который, кстати, в отличие от Альфреда, который занимался порохом и немножко нефти в Баку, очень много сделал для моего родного Санкт-Петербурга. Крупнейший механический завод – это его, больницы, дома для рабочих. Вообще, он был таким, знаете, шведско-русским Оуном. Был такой старый Оуэн, солист-утопист, который реально делал рабочему классу в Англии хорошие дела, за что ему голову отрубила королева, чтобы... Как это такое? У нее все хорошо, в основном все плохо. Нечего высовываться. Похоже, да? Поэтому эта премия была создана после его смерти. Кстати, похоронена в Петербурге, на Смоленском кладбище ветеранском. Но и в 2017 году, к сожалению, она прекратила свое существование. А премия Альфреда стала жива. И вот в 2005 году ряд ребят, кстати, ленинградцев, Лукашков, Яковлева и Галка сумели организовать вот эту идею, подтянули туда очень много замечательных наших людей. Это из-за ее честь, достоинство созидания. Вот, я назову только несколько фамилий. В 2005 году она получила соответствующую лицензию Минюста, она международная. Значит, среди... Ну, есть большие начальники награждены этой премией. В том числе, вот, в этом году получил Сергей Игоревич Лавров, причем душевно. Он у него это изучал, смотрел. Вот, там у нас и Капец, и Бехтерева, и Леонов, и выдающиеся спортсмены, и писатели, и Втушенков, очень какие-то сайтматов, в общем, порядка 40 человек. Винер, если брать вот из тех, кто сейчас у нас на слуху Владик, Третья Актуаля Карпов, значит, Сережкова, Валентина Владимировна. Причем они все получали лично и не отказывались. И не отказался, как ни странно, очень не любящий все эти общественные премии еще один человек, которому все с нами, Владимир Владимирович, чем инициаторы этой премии гордятся. Вот она живет, она живет раз в год. Последний месяц марта она вручается в Петербурге, в Константиновском. Это уже стало хорошей традицией. Проводится много гуманитарных акций, в частности, вот, ту конференцию, которую, как я говорил, мы проводили вместе с ними. Сейчас они готовят, значит, предложение о том, чтобы все-таки памятник сделал Клюдовику Нобилю. Совсем недавно, в 2015 году поставили памятник Олегу Константиновичу Романову. Вот для меня тоже было маленькое откровение. Я ведь знал, что Олег Константинович Романов убил, погиб во время Первой мировой войны. Это был прекрасный поэт. Это сын, знаете, Александр Константинович, значит, отважный разведчик, который специально пошел в бой, был тяжело ранен, умирая, сказал, пускай кровь, это был первый из Романовых, кто пролил свою кровь на поле брани. Это я не знал. Первый. Он сказал, пускай пролил тымную кровь, сплотит наш народ. Причем было совершенно искренне. Совершенно искренне. Вот, удивительные люди. И они занимаются вот такой замечательной стильской работой, великолепные, гуманитарные, приличные люди собрались как-то. Причем там же не денежные вознаграждения важные. Его, собственно, особо это нет, не просто так. Вот какой-то такой клуб удивительный Людвига Номеля собрался. Вот, по крайней мере, Обама у нас бы премию не получил. А Майкл Кенский получил, кстати. Да? Да. И приехал, кстати, в этом году в Питер. Несмотря на то, что англичане на нас все время, вы знаете, смотрите, смотрят так из-под пола, мягко говоря. А вы за что получили? То есть у вас... Ну, у меня тоже была неожиданность. Они ко мне обратились. Я узнал, что за люди. Собственно говоря, ну, за то, что вот много лет что-то делал полезное для страны. И вроде как... То есть по совокупности? По совокупности дают срок. За разные хорошие. Как они считали, за разные дела, но и то, что, как они мне сказали, что сохранил собственное достоинство при этом во власти. Ну, вот, мне эта часть привинулась, я думаю, что ж теперь... Вы знаете, мы говорили вот про, условно говоря, ну, условно спонсорскую помощь любителям читать, которые оказывает союз. А вот у нас в контексте недавних вот скандалов с гугольцентром, впрочем, сейчас дискуссия в обществе о том, что десятки миллиардов тратится, допустим, на спонсирование театров, при том, что в театр, согласно опросам, входит меньше 4% населения Российской Федерации. Как вы относитесь к тому, должен ли Минкульт и вообще государство в целом, ну, скажем так, спонсировать, выступать меценатом в таких вот сферах, как театр, кино? Ну, если бы у нас были меценаты и спонсоры, как при крепостных театрах, и при царе-батюшке, когда и императорская семья лично спонсировала... Нет, здесь мы про казну говорим, про бюджет. Да, здесь мы говорим о бюджете. Дело в том, что, смотрите, вопрос хороший на самом деле, ну, может быть, не все, конечно, махом, что называется, с одной стороны. С другой стороны, театр сегодня не ушел. Да, в процентном отношении, конечно, это не телевидение и даже не кино, но театр посещаем. Практически все московские театры сегодня посещаем, очень много молодежи. Зарабатывать за счет больших билетов они не смогут, по одной простой причине, туда просто никто не пойдет. Особенно молодежь. Я вот почти все театры московские знаю, с удовольствием туда хожу. Вот, поэтому поддержка, конечно, в этом плане нужна, но еще раз хочу подчеркнуть, она должна быть достаточно выверенной не с точки зрения даже цензуры, а с точки зрения где-то и регионов, и с точки зрения того, вообще, что этот театр, по сути дела, может дать. Вот, собственно, наверное, главное. Ну что, не поддерживать нам Большой театр, хотя он сам может выживать, наверное, тоже неправильно, да, вот, скажем. Это бренд мировой. Это бренд мировой, да. Здесь понятно, да. Поддерживали все время в Ленинграде БДТ, сейчас он, правда, стал другим. Поэтому, конечно, поддержка должна быть, но поверьте мне, многие сейчас говорят, ну, я понимаю, вспомнили эти злощатных 82 миллиона серебренников, я могу другие деньги начитать, когда работала в счетной палате, на какие фильмы, которые никто не смотрел, сколько миллиардов бухнули, не будем называть их, не будем, иначе вас закроют. Вот, поэтому, вот, только не через Гогольцентр, а через Серебренникова я бы стал выводить на этот вопрос. Бездарь, конечно, плодить нельзя, но поддерживать, в том числе некоторые региональные, небольшие театры. Да, там же театры не получают, мне кажется, поддержки только столичные. Вот туда бы я сделал больше акцент, на самом деле. Больше акцент именно туда, потому что, ну, Воронеже, слава Богу, благодаря Алексею Гордееву, я вообще сейчас считаю, что это вторая культурная столица у нас. Вот, и Черноземье-то 100%, Черноземье-то 100%. Но если взять исконно русские города, типа, там, Брянска, других городов, ну, как-то с театрами-то не ахти. Вот, по крайней мере, надо посчитать, куда ходить больше сегодня, в театр или на некоторые футбольные матчи. Да, вот это, кстати, тоже вопрос. И деньги разные, да. И деньги разные, правильно? Да, абсолютно с вами согласен. Вы знаете, я поймал себя на мысль, что я вообще в целом с вами по очень многим пунктам согласен. И отдельное огромное спасибо за, скажем так, знаете, есть такое сейчас слово «позитив». Вот Степашин для меня связывается с этим словом. Огромное вам спасибо за позитив и за беседу. Взаимно.